Привет всем! Сегодня, как обычно, о новостях Германии и Европы. Начинаем! В Германии произошла трагедия. Полиция провела операцию в школе на юго-западе ФРГ. В школе произошло нападение, в результате которого погибла ученица. Конфликт на бытовой почве стал причиной полицейской операции в гимназии. Расположена в общине Санкт-Клеон-Рот, федеральная земля Баден-Вюртенберг, на юго-западе страны. Один человек, к сожалению, погиб. Об этом говорится в заявлении полицейского управления Мангейма. Ранее агентство ДПА сообщило, что к зданию школы прибыло до 20 полицейских машин, спасателей и психологи. Был задействован вертолет. Около 10-20 в школе произошло нападение, в результате которого погибла школьница. По данным следствия, на текущий момент речь идет о бытовом конфликте. Подозреваемым является один из учеников. Именно так отметили в полиции. Ему удалось скрыться. Сотрудники правоохранительных органов ввели розыск преступника, после чего он был задержан. В рамках интенсивных розыскных мероприятий по факту убийства в школе 18-летнего учащегося подозреваемый, 18-летний ученик был предварительно задержан полицейскими вскоре после 13.00 по местному времени. Именно так сообщили правоохранители. Учащиеся образовательного учреждения были эвакуированы. По некоторым оценкам, это примерно 600 учеников. Опасности для третьих лиц, по имеющимся сведениям, нет. Этой трагедии можно было избежать, так как ранее девушка поддавала заявление в полицию на своего бывшего парня. Однако правоохранительные органы не отреагировали на него должным образом. А тем временем Германия готовит новый план обороны с учетом ситуации в Украине. Бундесвер в течение года впервые с конца Холодной войны разрабатывает новый комплексный оперативный план обороны, который учитывает ситуацию в Украине. О подробностях плана в интервью ДПА рассказал территориальный командующий бундесвером генерал-лейтенант Андре Бодеман. План обороны Германии имеет гриф «Совершенно секретно». Насчитывает сотни страниц и, как ожидается, будет подготовлен к концу марта. Он прежде всего направлен на сдерживание потенциальной агрессии, объясняет Бодеман. Это означает, что я не ожидаю танкового сражения на поле боя в Северной Германии. И надеюсь, никаких высадок российского десанта. Но нашей критической инфраструктуре, портам, мостам, энергетическим предприятиям, конечно, угрожают диверсии, в том числе, возможно, со стороны спецслужб, которые проникли в страну и пытаются ее повредить, объясняет генерал-лейтенант. Среди четырех главных угроз, предусмотренных в новом плане обороны Германии, будут упомянуты фейки и дезинформация, направленные на изменения решений власти, общественные мнения и СМИ, кибератаки, целевая вербовка, а также диверсии. Бодеман подчеркнул, что в случае агрессии со стороны РФ против НАТО значительная часть немецких сил будет переброшена на восточный фланг и не сможет защищать саму Германию. В конце концов, ФРГ предусматривает более активное вовлечение гражданского населения и компаний в оборону с учетом уменьшения численности бундесвера за последние десятилетия. Напомню, ряд европейских топ-военных призывают готовиться к возможному полномасштабному конфликту в Европе. Вот такая ситуация, ну а мы идем дальше. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербак вновь была вынуждена сделать незапланированную промежуточную остановку в ходе поездки. В среду, 24 января, самолет, в котором находилась делегация МИД ФРГ, направлялся из Берлина в Джабутти, в восточной части Африки. Однако, из-за отсутствия разрешения на пролет над территорией Эритреи, ему пришлось уже на подлете к аэропорту назначения изменить курс и приземлиться в Саудовской Аравии. Там германскому министру и ее делегации предстоит переночевать. Делегации Анналены Бербак, в свою очередь, сообщили, что получение разрешения на пролет над Эритреей осложнялось еще и тем, что в Министерстве иностранных дел этой страны отключилось электричество. А тем временем население Германии достигло к концу 2023 года 84,7 миллиона человек, что на 300 тысяч человек больше, чем годом ранее. Эти данные обнародовало Федеральное статистическое ведомство в четверг, 25 января. Указывается, что такой прирост соответствует среднестатистическим показателям, фиксировавшимся в период с 2012 по 2021 годы. Однако он меньше уровня 2022 года, когда в Германию въехали 1,1 миллиона украинцев, спасающихся от войны. Единственной причиной роста численности населения в Германии в 2023 году было то, что число эмигрировавших в страну людей оказалось выше числа покинувших ФРГ граждан. Вот такая, друзья, ситуация. Ну а мы идем дальше. Ущерб от забастовки машиниста ФРГ может достичь 1 миллиарда евро. И это катастрофа. Причиной забастовки является тарифный конфликт между до Чибан и профсоюзов. Переговоры велись с начала ноября прошлого года, но зашли в тупик. Столь продолжительная забастовка грозит оказать негативное влияние на германскую экономику, предупредили в Ассоциации химической промышленности и в Ассоциации автомобильной промышленности. И пока Германия разбирается с забастовками, Польша решила ограничить украинцев. Польша продлит помощь для украинских беженцев только до сентября. Затем условия поддержки изменятся. Видимо, станут строжи. Специальная защита для украинских беженцев, которая прописана в польском законе и истекает 4 марта, будет продлена на полгода. За это время разработают новые условия помощи. Подтвердили в МВД Польши. Это произойдет в результате консультации правительства с министерствами, органами местного самоуправления и организациями по оказанию помощи. Речи Посполита приводит в пример норвежский подход к бежавшим от войны украинцам. Те люди, которые уезжают из Норвегии, например, на праздники или на выходные, теряют статус беженца. Как объясняло правительство, выезд означает, что эти люди больше не нуждаются в защите. В Норвегии также введены более низкие пособия на ребенка. Вот такая ситуация. Правительство Шотландии лишит украинских беженцев выплат на жилье. Это давно назревало, и правительство уже окончательно приняло решение и заявило местным властям, что предоставлять финансирование на обустройство не будет. После этого мэрии городов также сообщили, что они не в состоянии оплачивать гостиницы для украинцев. В прошлом году гостиницы получили около 10 миллионов фунтов стерлингов на покрытие расходов на краткосрочное размещение беженцев. Теперь этого финансирования не будет.